здравствуйте сегодня в этом видео я покажу как облегчить себе работу с выращиванием пеларгонии других растений как их перевести на капиллярный мат как сократить время полива если у вас большая коллекция то это довольно легко будет сделать так у меня сейчас очень много черенков все они подросли стали большими и требовательны к поливу и требует очень много воды и я иногда в день трачу 3-4 часа для того чтобы полить всю коллекцию для меня это очень много и бывают такие моменты когда надо уехать на несколько дней до они стоят сухие и чем дольше растения стоят сухими тем они сильнее желтеют листва у них например либо краешки листа тоже желтеет в общем только минусы от того что очень много времени занимает полив если у вас такая же проблема то я рекомендую попробовать этот метод я покажу как установить капиллярный мат как поливать что использовать и тут меня просили показать появится ли после обрезки почки у энгарик apple blossom мы его недавно обрезали пару дней назад и видите уже у нас обросла пенечки наши обросли почками то есть такая кардинальная обрезка так видите там 2-3 сантиметра вот этот маленький ствол тут два вышло боковых побега а вот на который побольше 4 сантиметра на нем очень много боковых побегов около 7-8 штук я насчитала итак давайте начнем сперва с грунта какой грунт нам понадобится для капиллярных матов я использую 50 процентов торф нейтральный верховой агробалт синий также а грунт универсальная агрикола горсть агро перлита ну или просто перлита и древесный уголь все это смешиваем также нам нужны стаканчики не простые да а вот именно с дырочками и небольшой перфорации ну как бы чтобы но было не ровно выступы были вот я пробовала делать вот такие стаканчики с дырочками они не подошли ну в общем разница существенная если вы берете то у вас должны быть горшки вот именно вот такие для капиллярного мата и так я перевожу сейчас черенки крупные достаточно черенки на капиллярный мат тут у меня стаканчики на 300 миллилитров я их так и оставлю я не буду больше переваливать потому что если у них будет достаточный полив они все равно могут вырасти до своего стандартного размера и могут даже зацвести в таком маленьком объеме причем они в таком маленьком объеме зацветут раньше чем большом горшке единственное что этот маленький горшок будет сдерживать их рост и как раз во время пересылки когда я начну отправлять черенки они будут нужного размера и не перерастут также надо обязательно полить растения я в воде размешиваю монокалий фосфат 1 грамм на 1 литр воды а также на капиллярные маты я перевожу черенки которые только укоренились я стал укоренять только воде потому что это проще легче не занимает много места и в общем не надо лишней возни землей ставите в грунт поливаете корешки и подсыпаете землю я думаю все вы это знаете как это делать я немного утрамбовываю грунт потому что он после полива все равно осядет и мне чтоб потом не досыпать грунт я слегка приминаю вот и обязательно убедитесь чтобы растение в таком горшочке дали грунт что первое время вам такие растения придется все-таки поливать сверху на наверное где-то недельку может две вот видите я пересадила но небольшую такую часть на капиллярные маты вот так вот выглядит у меня стеллаж он стоит в коридоре вот так выглядит капиллярные маты чуть позже я покажу как сделать все эти поддоны для капиллярных матов я делала их сама вручную как настелить капиллярный мат вот так вот выглядит у меня стеллаж на 2 метра высотой это у меня самый маленький стеллаж на 70 на 35 если не ошибаюсь и так давайте покажу как приготовить поддоны я вырезаю из картона я сначала замерила дно моего стеллажа то есть он у меня 70 на 35 и вырезал вот такие картонки потом я купила и замерила пленку это можно купить с одного магазине ли я купила магазине упак центр там 40 рублей 1 метр на 3 стоит в общем все замеряете вырезаете оставляете припуски на подъем вот видите я все обрезала пленку я сделала двойную мне для удобства я покупала 10 метров на все свои хотелки вот мне было так удобно проще всего тут вот потом ставите бортики я просто соединяла эти бортики отрезала нужного размера и склеивала скотчем то есть не надо чтобы они были тяжелые переносить я просто ну вот соединила скотчем для того чтобы стояла поставил на стеллаж и стояла потом ставите кладете пленку и фиксируете ее скотчем чтобы она у вас красиво смотрелась а не торчала со всех сторон очень кстати удобно использовать маленький скотч а небольшой вот так это выглядит теперь как выглядит капиллярный мат он состоит из основы войлока которая впитывает воду и пленки которые в дырочками также все замеряйте я беру вот эту картонку который замерила накладываю и потом вырезаю также вот этот вот пленочку обязательно ее разверните до нужного размера потому что она всегда продается в сложенном варианте вот нарезайте также я уже тут фломастером не не чиркала да сразу ножницами кстати ножницы очень хорошо и быстро режет гладкой стороной обычно кладут вниз но кто-то кладет вверх хотя как хотите тут без разницы особо нет вот эти вот полоски они нужны для того чтобы ровно поставить гарсу горшочки наливаете воды на один квадратный метр по моему три литра что ли уходит воды ну вот у меня на полку уходит один литр воды вот такая вот полочка 70 на 35 сантиметров у меня ушло один литр плюс у меня полки с небольшим наклоном поэтому я тот наклон что повыше я вот подливаю там начинаю оттуда полив чтобы равномерно было вот можно вот так вот отодвинуть посмотреть высохла ли ткань или не высохла вот в целом это очень удобная система если есть какие-то вопросы задавайте если понравилось видео поставьте лайк подписывайтесь на мой канал всем пока пока всегда с вами елена